здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодняшнее видео я продолжаю как бы сегодняшним видео рубрику старые мастер-классы но в одном видео то есть я собрала все части этого мастер-класса она была разбита на части и собрала в одном видео чтобы было удобно кто будет вязать значит сегодня у меня станете вязаны уже давно видео и она по-прежнему актуально здесь как бы базовая модель по которой вы можете связать на любой размер то есть на себя единственное что хочу сказать здесь я разбирала как бы зауженные штаника сейчас стильные вот эти вот широкие но вы вполне себе можете приспособить и на широкую модель то есть набрав просто нужное количество петель которое нужно вам финале но вы поймете когда начнете смотреть также в этом мастер классе вы научитесь вязать карман который вы привязываете уже готовой вещи уже на готовые вещи то есть вы определяете карман туда куда ему именно нужно что очень удобно вот ну в принципе все девчонки смотрите кто то есть даже даже детские штаника вы сможете связать поэтому смело начинайте деткам сейчас как раз сезон деткам вязать и все у вас получится всем удачи всех целую а далее старенькие видео здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня мы вяжем штанишки гамаши спортивные штаны вот как хотите так и назовите не знаю я так по вашим просьбам девчонки видео будет разделено на несколько частей постепенно потому что там очень много нюанса и собрать это в кучу это длительный процесс поэтому я снимать буду по ходу своей работы и сразу же все объяснять и выкладывать чтобы вы успели связать осени к зиме да поэтому делаю это сейчас так как летом на это есть достаточно времени чтобы осенью просто уже заняться такими шапочками шарфиками всем остальным зимним вот а такую глобальную вещь сделаю сейчас еще наперед говорю что будет и джемпер и штанишки то есть это будет комплект полностью вот варианты буду оговаривать и сейчас мы начинаем вязать штанишки спортивные я так понимаю либо как и как их назвать девчонки напишите в комментарии как правильно назвать я потом папа вашим комментариям изменю видео название потому что я честно не знаю использовать я буду нашу чешскую чешскую пряжу составе которой 65 процентов акрил 25 процентов шерсть и 15 процентов мохер вот она вчера вот недавно выложила обзор на нее много вещей я из нее вязала и так как она для меня уже привычная испытана и проверена вязать я буду из нее плюс еще у меня есть она дома опять же вязать буду из того что у меня дома поэтому у меня джемпер будет двухцветный двух или трехцветный а штаны вот такие вот серые вот давайте начнем с расчетов в идеале девчонки мерить надо не ногу мерить надо спортивные штаны которые у вам сидят так как вы хотите чтобы сидели эти штаники да вот вы взяли спортивные штаны здесь у нас соответственно резинка и здесь у нас ножка нога внизу мы меряем вот это вот место обхват то есть две две ширины вот здесь вот полуобхват а в обхвате я вот так вот нарисую что это обхват у меня 30 сантиметров вот здесь я нарисовала 20 петель 10 сантиметров плотность вязания вообще-то первым делом вы вяжете образец по которому вы измеряете плотность вязания значит ширина у меня 20 петель 10 сантиметров и обхват у меня 30 сантиметров значит я набираю 60 петель я пишу тут уже опять путать буквы набор это написала чешская 60 петель да теперь следующая величина мы меряем вот здесь вот 58 сантиметров опять же двойное число 58 то есть если посчитать по плотности умножаем 58 на 20 вернее 5 и 8 потому что в 10 сантиметров у меня получается 116 петель то есть по итогу у меня после ноги должно получиться 116 петель мне нужно посчитать через сколько мне нужно делать вот здесь вот добавление какие делать я все буду показывать значит еще измеряю вот эту вот как бы вот этот момент до паха от длин то есть длину штанов до паха вот досюда не общую длину а досюда это у меня 80 сантиметров я измеряю манекен девчонки поэтому у меня вот такие цифры вот 80 сантиметров длина либо брючки измеряете да и мне нужно вот за 80 сантиметров добавить вот 116 от вот этого числа отнимаем 60 то есть петли которые мы набрали и набрать не нужно 56 петель 56 петель за 80 сантиметров здесь у меня будет резинка 5 сантиметров то есть здесь останется 75 сантиметров и 75 сантиметров я делю на 56 чтобы высчитать добавление между расстояние между добавлением а добавлять я буду по одной петли внимание здесь у меня 1 минус 56 и здесь вот приблизительно 3 приблизительно 168 170 ну это приблизительное число наше 1 и 3 1 и 4 1 и 3 сантиметра 1 и 3 сантиметра я их там беру вот у меня одна штанина я уже одну связала вот по ней я все переконтролирую перри проверяю десять раз прежде чем вам выдать информацию 1 и 3 сантиметра это у меня 4 ряда вот 4 ряда значит добавлять я буду в каждом четвертом ряду в четвертом ряду по одной петле так расчеты мы сделали пока вот саму самой самой штанины теперь я набираю 60 петель спицы 3 миллиметра у меня в ой ой не сказала плотность пряжи в 50 граммах 139 метров то есть в 100 граммах где за 100 236 метров если 100 граммовые матки у вас уже можете из шарсти вязать с чего угодно у вас кто в россии большой огромный выбор пряжи поэтому выбирайте потому что у вас есть кто живет в европе пошлю с удовольствием девчонки обращайтесь внизу ссылка вот россия подбирайте ну в любом случае даже если и из любой пряжи вы будете вязать я я вам объясняю как как высчитывать да поэтому вот так вот девчонки я думаю приспособите на любую пряжу и давайте будем вязать не спеша потихонечку пока у нас летом есть время на это поиграться с этим и на осень у вас уже будет уже готовый костюм вот делаю я и карманы сделаю я на джемпере и полосы жаккарда чтобы переход был красивый все постепенно вам буду рассказывать показывать нюансы тоже оговаривать чтобы как изменить как все сделать поэтому девчонки смотрим все видео потихонечку вдохновляемся и вяжем так раз два и так вы можете вязать на круговых спицах вы можете вязать на носочных спицах вот именно эти штаны штанинки я вяжу на круговых сначала я начала на носочных ну а ну они короткие вот эти деревянные алиэксперсовские как начали они вылетать у меня пришлось поднять все свои закрома найти достаточное количество спиц одного диаметра вот потому что у меня там несколько вещей на спицах находится в начатом состоянии в процессе вот дочка мне привезла все спицы ну вяжем девчонки костюм так резинка 2 на 2 5 сантиметров я вижу резиночки конечно же вы можете вязать не в круговую и нюансы я потом оговорю вы можете вязать кому сложно вязать в круговую не вяжите я просто хочу исключить этот шов внутренний на этих штаниках мне кажется он будет не хорошо смотреться поэтому я вот вяжу в круговую так один ряд я провязала и теперь я соединяю это все дело в круговое вязание следим чтобы не было здесь я приезжу так потом еще красивенький краешек сделаю теперь я вижу просто в круговую резинкой два на 2 5 сантиметров продолжаю я вязать резиночкой и так смотрите я провязала 16 сантиметров что я еще сделала девчонки я перенесла спицы видите вот протяжку по бокам вот здесь у меня начало ряда там где у меня начало его начало мне нужно подцепить маркер вот видите вот здесь вот теперь я перехожу на лицевые петли далее я вяжу лицевыми петлями 4 ряда то есть через 4 ряда мы будем делать наши добавления вот сейчас я вижу вот так вот по кругу 4 ряда и так я провязала вообще-то сейчас я провязала 5 рядов и потому что добавлять я буду из протяжки из нижнего ряда по и поэтому вот так вот дальше я буду вязать по 4 ряда между вот такими добавлениями значит что я делаю вот дошла я до маркера ровно до половины как бы до начала ряда и перед маркером я из протяжки одеваю петлю так вот перекручиваю и провязываю мы да и далее вяжу 4 ряда следующих без изменений одну петлю по одной петле я буду добавлять потому что у нас через 1 и 3 сантиметра по одной петле если вы вяжете полотно не в круговую а нормально то добавление делайте первое в начале ряда после кромочной а второе я вам потом расскажу если вы сейчас первое добавление сделали то вы его делаете в начале ряда после кромочной вот так как я показала делаете воздушную петлю 1 и продолжаем еще 4 ряда так девчонки прошу прощения в этом месте у меня не записался кусочек видео как делать вторую половину добавление то есть второй этап и вот я показываю на целой как бы штанины благо они у нас добавление идут на протяжении всей штанины одинаковые то есть первый раз мы добавили так и второе добавление я просто мы делаем после маркера девчонки если первое мы сделали до маркера то второе мы делаем сейчас ответьте она у меня сделана я просто покажу вот здесь вот делаем то есть один раз мы делаем до маркера вяжем 4 ряда далее делаем после маркера добавление вяжем 4 ряда и снова делаем перед маркером 4 ряда то есть чередуем девчонки вот жалко у меня потерялся кусочек видео я думаю вам понятно одно добавление до маркера одно добавление после маркера по одной петле чередуем так таким образом что у нас получается девчонки вот смотрите мой один раз добавляем с этой стороны маркера второй раз с этой стороны маркера и если посмотреть на вот наша наша деталь да вот здесь вот у нас резинка у нас добавление вот таким вот образом слева справа слева справа слева вот шахматном порядке вот таким вот образом если почему я говорю что важно если вы будете добавлять допустим до маркера у вас штанина будет сейчас вам покажу какая вот так вот вот так вот она будет как бы получаться то есть ее перекосит в одну сторону для того чтобы она получилась ровная и шоу у нас внутренний получится тоже ровным очень важно добавлять вот чередуя после до и после маркера если вы вяжете на спицах нормально не в круговую и и тоже добавляете допустим в каждом четвертом или в каждом пятом ряду вы мы давай добавляем таким вот образом 1 2 3 4 тоже поочередно один раз в начале один раз в конце для того чтобы у нас получилось ровное вот такое вот полотно либо же можно добавлять почему я так усложнила я не усложнила на самом деле я это сделала для того чтобы это эти добавления были очень очень плавными если бы я допустим добавляла я сейчас вам просто объясню чтобы вам было наглядно понятно да понятное дело что нам проще добавлять начале и в конце ряда допустим через восемь рядов тогда у нас знаете что получится девчонки у нас получатся вот такие вот ступени то есть у нас они и здесь получится но благодаря тому что это через раз эта ступень не выразительная а если вот допустим в каждом ряду мы добавляем вот если смотреть потом мы будем смотреть на штанинку у нас будет вот так вот конечно не так критично как я нарисовала но что-то типа вот этого что нам не нужно нам нужен плавный ровный там как бы ровное как бы добавление вот видите как оно получается это штанина у меня уже связано она получается очень таким нежным таким плавным и вот так вот ну красиво получается конечно можно можете попробовать добавлять по две петли но почему-то мне кажется что это будет красиво но судить вам девчонки я вам пытаюсь донести максимально на мой взгляд максимально оптимальный вариант красивый вот эту ниточку мы уже можем продеть я просто продеваю бегу сделаю здесь узелок чтобы закрепить потому что там протяжка вот лично теперь выведу ее на изнаночную сторону и обрежу и теперь мы продолжаем наше вязание до паха вот добавление делаем столько сколько мы посчитали вот сколько нас нам вышло петель нужно добавить про настолько сколько нам через то количество ой господи запуталась извините короче дальше я вижу в каждом четвертом ряду добавляю одну петлю всего 56 раз 56 петель мне нужно добавить у вас здесь будет свое число у вас здесь будет свои ряды может быть 3 может быть 5 может быть 7 все может быть потому что разница может колебаться в зависимости от того вот допустим у меня манекен он ровный да и разница вот между вот этими вот числами дали видите даже ну почти в два раза а у кого-то может быть нога я уже порисовала он уже этот листок нам не будет нужен дальше у нас будет другой у кого-то будет допустим внизу 30 а не хочу никого обидеть но это факт поэтому все может быть а здесь вот допустим 80 да тогда у вас будет добавление больше намного поэтому они могут быть в каждом втором ряду вот таким вот образом девчонки мы считаем вот поэтому эта цифра для моего манекена для ул у вас она будет своя продолжаем и я вижу вторую ногу вы тоже покупаете нитки вяжите ногу под видео я напишу сколько пряжи нужно для ориентировочно для каждого размера потому что сейчас я приблизительно уже знаю но точно когда буду знать когда довяжу а видео выйдет когда я уже связала эти штаны и под видео я напишу расход пряжи при вот этом вот метраже при вот этой вот плотности вот на сегодня все девчонки ждите продолжений с вами была века и школа рукоделия всем пока пока всем здравствуйте девчонки у нас продолжение гаммаж кто не в курсе тот уходит в описание под видео и там будет ссылка на предыдущие выпуски либо в конце видео в конце будет тоже кошечка выскочит с предыдущим видео и потом впоследствии со следующими видео так мы связали наши гаммаж и до как бы штанинки да вот кстати я закончилась маркер мы еще пока оставим у нас два варианта те кто вяжет без со швом да вот такая у вас должна быть деталь на данном этапе и теперь нам нужно сделать вот этот вот скос на передней детали он выглядит вот так на задние детали он выглядит глубже и выше вот так вот мы эту деталь у нас же вот стык у нас вот здесь вот где были добавления где у нас маркер и вот сюда у нас пойдет либо наоборот в одну сторону у нас пойдет задняя деталь в одну сторону пойдет передняя деталь также маркер пока я оставлю и теперь мы уже будем вязать не в круговую а поворотными рядами вот так первый ряд я делаю закрываю 3 петли 1 2 3 вот они 3 петли и вяжу до конца ряда вот сюда вот вот довязала до конца ряда видите вот здесь вот маркер для чего я чтобы не перескочить и последнюю делаю изнаночной поворачиваю работу и в начале ряда я вижу две петли вместе это у нас будет передняя часть где мы сокращаем по одной петли просто провязываем по две петли вместе а там где три петли мы и это у нас задняя деталь деталь зала так 3 видите задней части а здесь одни и продолжаем вот таким вот образом в каждом ряду вначале давайте еще раз вам покажу да сейчас вы вяжем изнаночный ряд вот я довязала смотрите до конца ряда ведь маркер уже можно убрать уже он нам не нужен так и так я довязала до конца ряда теперь я в начале ряда здесь вот видите здесь видно у нас три петли снова делаю закрываю три петли и вяжу ряд до конца довязала до конца ряда в начале ряда я вяжу снова две петли вместе то есть сокращаю одну петлю и так далее девчонки но сокращение у нас идут вот таким вот образом здесь у нас одной петли три четыре пять раз пять раз здесь у нас два раза по три петли один раз две петли один вот таким вот образом далее далее потом расскажу для начала вот это вот мы делаем сейчас мы второй раз сократили потом две петли потом одна 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 и далее я вам покажу так девчонки вот смотрите вот только у меня получилось вот таким вот образом расположена да вот она задняя часть да если мы разложим вот она выемка сзади если мы разложим вот она выемка на вперед далее здесь я продолжаю вязать ровно я и вы а здесь еще четыре раза по одной по одной петле в каждом четвертом ряду то есть через три ряда еще четыре раза я делаю сокращение вот здесь вот раз два раз два три четыре и далее далее ровно еще четыре раза с этой стороны где у нас спинка вот сейчас я вижу не сокращаю а в следующем лицевом ряду я сделаю вот это вот сокращение девчонки и далее ровно так девчонки я провязала вот 42 ряда вот здесь вот по передней части я считаю потому что мы сейчас будем делать этот скос на заднюю часть и где она моя передняя вот она передняя вот уже сейчас я измерю в сантиметрах но что хочу сказать сантиметры это мои это ни в коем случае у вас может быть свое число свои сантиметры 20 сантиметров вот до пояса как бы здесь на этом этапе девчонки в принципе вы уже можете померить не в принципе сто процентов вы можете померить на себя и вот эта передняя часть должна у вас быть уже как бы визуально чтобы вы же видите визуально да вот здесь после нее уже у нас будет поясок вот вы дошли до момента до пупка или где у вас поясок у каждого он хотите низкий как бы низкую посадку сделайте ниже в общем вот эту вот штанину вы уже мерите на себе и определяйте по себе но только внимание по передней детали да по этой части вот она передняя у нас где так а вот она задняя деталь да задняя у нас вот такая вот выемка больше это правильно так должно быть теперь мы будем делать вот этот вот скот что хотела еще сказать по поводу левая часть у вас она будет вот так вот разложена то есть если мы начинали вязать до в конце ряда закрывали три петли сначала а в конце ряда в лицевом ряду три петли в изнаночном ряду одну петлю то в следующей штанинке вы в лицевом ряду закрываете одну петлю в изнаночном три петли и у вас получится противоположная часть ну что именно следующее что хочу сказать сейчас я обозначу как нам определить вот откуда у нас пойдет этот росток или как его назвать вот складываем мы эту деталь пополам то есть там где у нас вот добавление это мы ее так складываем как она должна быть да и вот я здесь вот обозначила видите то есть если вы сложили вот визуально у вас здесь будет вот так вот да находиться карман и здесь будет скос рукава вот примерно этот от скоса рукава кармана от скоса кармана начинаются вот эти вот укороченные ряды это где-то шесть сантиметров это и в шитье также и здесь также значит вот я обозначила маркером это место 1 2 3 4 5 где-то 12 петель у меня и теперь далее я буду вязать этими укороченными рядами для начала я вижу до маркера и так довязала я до маркера вот еще одна петля он в принципе уже нам не нужен здесь будет я поворачиваю работу делаю вот такую вот воздушную петлю захватываем таким вот образом и вяжу изнаночный ряд то есть я не довязала вот эти вот все петли у меня остались не провязанными вяжу до конца ряда так провязала изнаночный ряд вот видите здесь прекрасно видно где мы сделали поворот теперь снова вяжу лицевой ряд так когда мы дошли до конца вернее до вот этого предыдущего вот эту петлю вернее с этой если считать с этой петлей мы 5 петель оставляем здесь вот то есть не доходя 5 петель до дырки мы оставляем и снова поворачиваем снова делаем такую же воздушную петлю вот она я ее захватила и вяжу изнаночный ряд в следующем лицевом ряду я опять же оставлю 5 петель недовязанными и так каждый ряд и вот эти вот дырочки у нас будут добавляться и передвигаться сюда так и ряды у нас с каждым разом будут все короче и короче и так девчонки здесь у вас может быть другое разное количество вот этого как бы количество этих незаконченных рядов у меня их сейчас считаем раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять у вас может быть больше но хотя нет может быть вот видите вот если так провести линию вот он наш подъем вот на сколько сейчас скажу на сколько сантиметров задняя деталь где-то нам на восемь сантиметров получилось выше чем передние вот это у меня 10 если вы вяжете детские гамашки там достаточно будет четырех пяти незаконченных рядов а на взрослых смотрите опять же меряйте девчонки вот я не говорю что прям до конца лежите меряйте вот когда у вас все уже соединилась на вас как бы перед и спинка как бы выравнялись до в одной плоскости находятся тогда уже хватит то есть ориентировочно тоже смотрите потому что фигуры разные вот сейчас я соединил это все дело и в принципе это все соединяем каким образом довязывая яду вот этой воздушной петли и провязываю ее вместе со следующей лицевой вообще по идее желательно вот поменять вот эту лицевую и воздушную петлю местами чтобы получилась красивая видите косичка вот здесь я меняю чтобы этот накид у нас эта воздушная петля не нарушала структуру и так до конца ряда я все соединю их в принципе все вторая деталь девчонки мы вяжем в обратном я уже говорила обратном направлении то есть у нас должна быть левая и правая ножка но это я уже объясняла соответственно следите чтобы этот скот сделать со стороны задние детали со стороны спинки обязательно все вот это последняя и здесь я уже довяжу до конца ряда и можно переходить к поясу но это уже будет в следующем видео наш пояс потому что еще одно промежуточное видео будет с карманом девчонки которые мы будем вязать прям не пришивая вот я не знаю может этот способ существует но я его нарисовала в голове сама как бы это мой мой метод возможно он существует не знаю так создавижу до конца ряда еще скажу вам пару слов значит по поводу размеров по поводу детских штаников если у вас детские штаники то вот здесь вот у вас будет допустим 3 2 1 всего либо 2 1 1 а здесь 3 нет 2 1 1 ну хотя может быть а здесь 2 в общем девчонки смотрите если детские то может быть 3 2 1 может 2 1 1 соответственно здесь убирайте чтобы здесь было больше вот и ясное дело вот этих вот убавление от 1 или 2 всего ну и соответственно вот этих вот укороченных рядов будет меньше общей сложности вот эта вот часть если в сумме взять вот это вот и вот это вот должна составлять одна шестая часть всего всей детали вот примерно ориентировочно все вот эти сокращения где-то приблизительно 1 6 часть всей детали по петлям если считать вот вы считаете свою одну шестую и распределите ее таким вот образом чтобы здесь было где-то в два раза почти в два раза больше чем впереди вот девчонки чтобы здесь было в два раза больше сокращенных петель чем впереди вот ориентировочно одна третья две трети и одна шестая от всего количества петель общей сложности все девчонки значит видите следите это уже у меня с карманом да вот видите чтобы у нас были детали две разные левая и правая видите это то что я говорила вот они передняя деталь у меня совпадает и задняя совпадает вот таким вот образом вот если сложить изнаночной стороной все у меня здесь видите совпадает все на сегодня все смотрите следующие видео с вами была века и школа рукоделия всем пока пока здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем такой вот интересный карман кто не хочет заморачиваться с карманом даже не смотрите потому что заморочиться придет придется но зато он у нас будет цель навязанный вот на готовой детали мы его привяжем так что нам не придется пришивать вот первым делом я первый как бы карман у меня уже готов я определяла таким вот образом вот когда я сложила пополам да вот здесь вот у меня середина вот у меня передняя деталь и я визуально нарисовала себе вот так вот карман должен быть да просто чисто визуально и по вот этому принципу я делала первый карман второй же карман то есть все вот эти действия просто визуально смотрела второй карман я посчитала сколько у меня от кармана к среднему шву 2 3 4 6 7 8 9 10 20 петель у меня и здесь вот между петлями я беру иглу с нитью и между петлями смотрите одну я захватываю ниточку одну оставляю одну захватывая одну оставляю за иглой так вот я между этими петлями продвигаюсь видите одна остается здесь одна остается здесь чередуем и так вот я опускаюсь на 30 рядов на 30 рядов здесь у меня узелок ну да и пусть будет здесь вот так вот подтягивайте чтобы было свободно чтобы вот это было видно хорошо нам это потом поможет и вот так вот я продвигаюсь продвигаюсь очень аккуратно чтобы все у нас было правильно да чтобы нигде не пропустить никакую ниточку перемычку вот потому что они мы будем скреплять и от этого зависит насколько ровным будет карман и насколько красивыми ровным так вот мы продвигаемся 30 рядов посчитаю я вот здесь вот вот 30 60 вернее рядов здесь тут у меня теперь мне нужно я поворачивая передвигаюсь вот так вот на изнаночную сторону потому что здесь не будет проще на изнаночной стороне теперь мне нужно нарисовать карман в сторону вот сюда и здесь я буду передвигаться вот я надеюсь вам видно между рядами да вот это здесь уже не важно сколько как бы тут важно только обозначить вот эту вот правильную линию начало ряда да но как бы не важно попасть и я хотела сказать в каждую петлю но все равно нам нужно отсчитать будет 30 петель сейчас я немного продвинуть хотя наверное надо было сразу все таки считать но ничего смотрите с какой стороны вам удобнее так значит так так 20 20 так 22 23 24 25 26 27 28 29 30 вот оно мое 30 30 сейчас я туда просто передвинусь 30 петель я отсчитала в бок там было 60 рядов а здесь у меня 30 петель и вот сейчас я опять возвращаюсь на вот эту вот сторону сейчас я вам покажу визуально вот видите я просто здесь обозначила начало ряда и теперь я снова точно так же видите через одну ниточку передвигаюсь вверх вот здесь вот по боковушкам очень важно вот это чтобы не потерять ни одну нитку сейчас вы поймете почему потому что это нам очень нужно тут до конца не нужно в боковухе потому что карман у нас будет вот так вот вот и достаточно эти девчонки что я делаю дальше я беру пряжу еще понадобится крючок вот вязать мы будем отсюда сюда но с этой противоположного конца мне нужно протянуть ниточку наизнанку таким вот образом здесь она у нас делаем первую петлю вот так вот я просто завяжу узелок узелок и первая петля у нас есть теперь здесь тоже аккуратно у нас должно быть из каждой петли вывязана одна вот она первая моя я продеваю крючок туда хватаю за вот эту вот петлю и протягиваю ее здесь у меня нить вот она на пальце здесь будем вывязывать отсюда вытягивать из каждой петли вот хватаем мы ниточку петельку просто вот эта нить белая нам служит ориентиром чтобы мы не залезли вверх или вниз вот таким вот образом я вывязываю 30 петель по нижней линии кармана аккуратненько не спешим медленно но уверенно таким вот образом поэтому у меня один уже связан я все это прочувствовала испытала испробовала и теперь показываю вам я же говорила уже в прошлом видео я не знаю есть ли этот способ такой что возможно существует какой-то попроще способ чтобы не пришивать и не вязать одновременно я не знаю но в моей голове нарисовался вот такой вот девчонки а вообще я планирую у меня есть пару книжек там из рассылки неплохих таких с основами да все нет времени так не хочется их прочитать очень много там очень много там дельных советов но некогда мне за них взять да что такое гляньте тут у нас узел или нитку я так захожу я до края все петли остаются у нас на крючке вот видите крючок конечно нужно хотя любой подойдет я вот держу с этой стороны рукой их чтобы они не слетели я уже заканчиваю заканчиваю все девчонки теперь что я делаю я конечно пересниму на спицы это все дело теперь я буду вязать спицами крючок мне пробовала я это все вытаскивать спицами неудобно потому что ты и так не видишь ничего эту нить и вот это все пересниму все вам покажу как это выглядит вот они мои 30 петель и это нижняя как бы линия кармана да теперь мы будем вязать вверх присоединяя к основной детали все это дело вот поэтому нам нужна эта нитка в начале вот сейчас я ее подтяну и теперь этой нитью я буду вязать так изнаночный сейчас ряд и присоединять к боковушкам так последняя петля когда у нас остается последняя петля мы ее оставляем пока на спицах а здесь ищем следующую вот которая поверх вот этой ниточки да вот мы ее поднимаем и одеваем на спицу и теперь провязываем изнаночной петлей это в изнаночном ряду вот здесь вот у меня все провязала я изнаночной петлей работу поворачиваю и вяжу лицевой ряд то есть цеплять я буду в каждом ряду вот за ту ниточку почему я говорила что очень важно соблюсти вот эту очередность да через одну пройдите иголочку а это нить белая нам показывает именно вот эту вот хорошо показывает ниточку так последнюю петлю не довязываю и здесь у меня будет тоже самое находим ее вот я ее нашла одевая на левую спицу возвращаю вот эту вот и провязываю лицевой лицевом ряду лицевыми петлями изнаночном ряду изнаночными петлями изнаночный ряд изнаночный ряд последняя петля изнаночная у меня остается я смотрите где была предыдущая теперь вот она следующая видите одеваю и провязываю 2 петли изнаночной потом это белая нить мы ее уберем вот поворачивая то же самое на лицевом ряду в изнаночном ряду вяжем последнюю с этой поднятой изнаночной петлю в лицевом ряду лицевой в конце не запутайтесь последнюю здесь в лицевом ряду я просто переснимаю видите вот она да вот она следующая я ее поднимаю и провязываю вместе лицевой с последней петлей вот таким вот образом мы будем вязать и передвигаться вверх поднимаясь на рядочек здесь вот у меня эта петля я ее потом закреплю видите она тут выглядывает вот я вяжу далее прикрепляю вот с обеих сторон карманки сделаем так вот таким вот образом девчонки мы продолжаем ровно до половины если у меня здесь 60 рядов вот отсюда 60 рядов то сейчас я в половине ровно от половины я начинаю делать вот этот скос то есть теперь я буду вязать присоединять только здесь вот а здесь я буду просто поворотными рядами и делать сокращение для скоса таким вот образом теперь я уже в изнаночном ряду просто буду провязывать здесь после кромочной петли я вяжу 2 изнаночные то есть провязываю 2 петли изнаночной вот далее вяжу эту сторону я делаю продолжаю присоединять а эту сторону вяжу ровно вот если у вас второй карман то с этой стороны вы сокращаете а с этой присоединяете ну чтобы было соответственно ну это видно девчонки где надо присоединить а где надо соединить то есть это левая у нас штанина на правой штанине вы эти сокращения будете делать в конце ряда а здесь у нас в начале ряда чтобы не понятно было так здесь я продолжаю вот она видно да петелечка я ее поднимаю присоединяю а вот изнаночный ряд вяжу уже просто поворотным рядом без присоединения и так до верху мы вяжем так вот смотрите в конце где у нас были две вместе я провязываю эту петлю лицевой и кромочную и изнаночную все больше я здесь не присоединяю а здесь снова я привяжу две петли вместе изнаночной то есть это у нас будет продолжаться вот такой вот скос здесь присоединяем и вяжем совсем до верху так вот если смотреть видите я уже довязала до верха сократила всего я 16 петель и уже присоединилась как последние видите к последние петелечки теперь я удаляю эту нить просто вытаскиваю все больше она нам не нужна и нам осталось присоединить вот такой вот видите у нас карманчик нам осталось присоединить вот это все к основному вязанию это мы сделаем таким вот образом так и теперь я вяжу основное вязание вот это вот у нас кармашек остался на спице а я вяжу если у меня изнаночный ряд то изнаночный если лицевой то лицевой там по моему на второй штанине это будет в лицевом ряду я приближаюсь к месту соединения с карманом ой 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 так еще одна петля у меня отсюда теперь что я делаю вот эта ниточка которая у нас была от кармана я ее привязываю вот здесь вот тут закрепляю продеваю сюда теперь у нас идет само соединение с этой спицы я сняла петлю и присоединяю ее ой сюда ой мамочка одеваю ее на первую спицу и провязываю две петли вместе то есть одна петля со спицы где находится карман одна петля со спицей где основное вязание и провязываю вместе в начале спасибо что все 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 и последняя петля ряд довязываем до конца и в принципе все осталось нам только пояс все девчонки вот такой у нас сегодня карман еще конечно в это с идеальными формами с идеальными линиями ничто нигде у нас не перекосило не уплыло все у нас ровненько и красивенько правда же классный карманчик все на сегодня все девчонки на гамашах хотите вяжите хотите не вяжите ваше дело можно его использовать и на джемпер очках детских легко только вот это вот в процессе вы потом как бы в половине вязания да вы потом это все проденете одените на центральной основное вязание вот все на сегодня все с вами была века школа рукоделия всем пока пока здравствуйте мои дорогие зрители с вами здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я века и у нас завершающий этап наших штанов гамаш вот сейчас мы находимся видите у нас две вот такие вот детали давайте вот теперь нам нужно сшить вот этот вот шов и вот да вот две детали с кармашками уже у меня с этим ростком все у нас готово теперь нам нужно соединить они остались у нас на спицах соединяем вот эти петли оставляю вернее спицы оставляем и начинаем сшивать вот задней где по задней детали совмещаем вот здесь вот сначала как бы средину и переднюю деталь таким вот образом мы сшиваем весь этот я это буду делать обычной иглой без никаких умных речей это единственный шов на всех гамашах я хотела конечно сделать цельные ну как бы цельновязанные но все таки решила этот шов сделать чтобы не усложнять чтобы как бы потому что уже очень все там потом заумно получается если все полностью джемпер у нас будет весь полностью цельновязанный вот вот таким вот образом я сшиваю весь можете сметать наметать как правильно сказать по-русски вот так вот сшиваю вот три чашки я сшила этот шов вот теперь я перехожу на одни спицы где у меня тут вот оно перехожу на круговое вязание и вяжу резинкой 2х2 вот все все вот эти вот эти петли которые у меня остались я вяжу резиночкой 2х2 это и будет наш пояс вы можете его связать двойной вставить резинку я потом дальше немного объясню я буду вставлять просто тоненькие резиночки которые я еще не купила но до конца видео я их вот у меня он будет высокий высокая посадка у штаников так что у меня будет только резинка а вы если хотите на поясе делайте на пояс если у вас низкая посадка то делайте сам хотя с низкой посадкой тоже можно так вот сделать такую вот резиночку вставить тонкие резиночки в дальнейшем я покажу и и сделать с низкой посадкой оно во всяком случае не будет лишних уплотнений сейчас по кругу мы вяжем до нужной нам высоты так и вот где у нас ой последнюю петлю я не провязываю где у нас соединение вот вместе шва вот я вот эту последнюю петлю с этой половинки первую петлю со следую с другой провязываю вместе вот по узору и дальше продолжаю уже на одних круговых спицах резинкой 2х2 вязать поясок так девчонки вот я провязала вот смотрите сколько сейчас я вам ориентировочно скажу сколько это в сантиметрах тра-та-та-та 8 сантиметров у меня даже и нет 7 с половиной вот я на этом заканчиваю петли все буду закрывать а вы смотрите вот видите можно сделать вот такую двойную резинку и продеть в нее резинку соответственно можно шнурок сделать ну в общем смотрите сами как вы хотите вот закрывать петли надо но достаточно свободно я еще все таки не купила резинку потом вам покажу резиночку как я продену вот чтобы пролезла через попу потом конечно будет такой волнистый кружевной край если очень свободно закрывать но уж ничего не поделаешь потом мы туда проденем резинку вот край нам нужен очень такой податливый потому что они не влезете так ну что девчонки находимся мы на финишной прямой вот мои штаники в принципе я довольна я уже одевала на себя на манекен я довольна вот надеюсь что вам понравится и вы тоже будете вязать пояс что хотела сказать вот закрытие петель вот то что я говорила что хорошенечко свободно закрывать и чтобы попа влезла без проблем и еще вот что я сделаю именно я я вот купила такую резинку продела ее иглу с большим ухом и по изнанке я пущу несколько таких как бы полос резиночек вот так вот у меня их будет так штук четыре ряда потому что я хочу чтобы она хорошо держалась чтобы можно было выше подтянуть ниже и чтобы она хорошо фиксировалась вот я сейчас пройдусь вот так вот да по чуть-чуть захватывает изнаночной стороны чтобы видно не видно было вот отлично и вот так вот по кругу в несколько рядов если у вас девчонки вы с подгибкой вяжите то понятное дело что в последнем ряду вы петли не закрывает я просто их зафиксируйте вот здесь вот за первый ряд резинки и вставите свою резинку тоже красиво очень будет вот смотрите вот такой вот пояс вот а я сейчас подошел и покажу вам результат я проделать пять резиночек вот так вот она тянется хорошо и возвращается на место то что я и хотела вот такой вот у меня пояс видите чуть-чуть перераспределить надо но это оно все выравняется в процессе так все девчонки остался нам джемперочек джемперочек будет я вам говорила вяжу его уже довязываю снимаю вот на очереди видео монтировать осталось все я с вами прощаюсь с вами была вика школа рукоделия всем пока пока же вас во виках и в его все в концерте все до 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 Субтитры сделал DimaTorzok